Так, ребята, всем привет! И в этом видео я бы вам хотел рассказать о слайдшотах, как их делать, зачем они нужны, их вариации и прочее. Поехали! Так, первый вариант слайдшотов это слайдшот через закрытую пуху. Он делается следующим образом. Вы два раза нажимаете на скилл и делаете прыжок в ту сторону, в которую вам нужно. То есть вперёд, назад, в сторону, как вы хотите. То есть два раза на скилл и прыжок. При этом каждый раз нужно закрывать оружие, чтобы получилось сделать это ещё раз. То есть вы закрываете, открываете. Ну, то есть каждый раз нужно два раза нажимать скилл и закрывать оружие при падении. Следующий вариант слайдшота это слайдшот через вивинг. Он делается немножко сложнее, но и урона с помощью него будет куда больше. Для того, чтобы его исполнить, вам нужно дать автоатаку и прыгнуть вперёд в последовательность. Вы сначала нажимаете на автоатаку, как только начинается анимация, вы её обрываете скиллом и прыгаете вперёд. Вот как это выглядит. То есть при этом урон ваш увеличивается примерно на 30-40% и вы не останавливаетесь. То есть если вы догоняете какую-то цель и так слайдите, то вы её задамажите буквально за скилла 4-5. Плюс у вас скорее всего пройдёт опрокид и вы его просто воткнёте. То есть практикуйте и всё у вас будет отлично. Также есть небольшая фишка, которую я бы хотел с вами поделиться, чтобы вы делали всё правильно. То есть смотрите, если вы просто делаете слайдшот любой, то у вас такая получается мини-остановка при падении. То есть у вас персонаж останавливается на доле секунды и потом вы дальше можете совершать действие. Чтобы этого не было, вам нужно просто при падении закрывать оружие. И тогда вы сможете бежать вперёд. То есть делаете слайд, закрываете оружие сразу. Ну, по дефолту это стоит на X. То есть достать, закрыть. Делаете слайд, закрываете оружие. Делаете слайд, закрываете оружие. Таким образом вы не будете останавливаться и ваши ротации вам будут исполнять намного проще. В заключении хотелось бы вам посоветовать всё-таки освоить этот приём, если вы этого ещё не сделали. Так как он будет очень-очень полезен, вы сможете вливать урон без остановки на месте. Также, если вы будете делать это через вивинг, это намного увеличит ваш урон. Так как вы двигаетесь вперёд, а при движении вперёд у вас плюс 10% к урону, если вы не знаете. Поэтому очень-очень советую всем выучить, если вы этого ещё не сделали. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч.